Да, приветствую, друзья, и вот снова мы с Романом, с нашим дорогим. Ну, наконец-то. Я его уговорил, чтобы он рассказал мне про эти колеса. Про эти колеса, потому что эту картину никак не могу закончить, все время переделываю, переделываю, переделываю. Вот штаны сегодня синенькие сделал. Роман, что ты скажешь теперь про эти колеса? Про колеса или про штаны с тобой? Хасай, здрасте, дорогие. Пол первого ночи, когда нам ещё с любимым Хасаем встречаться. Друзья, я когда увидел эту картину, понял, что она должна висеть у меня дома. Ну да, неугомонный Хасай вечно улучшает хорошее, но мы ему простим, он у нас перфекционист. Что мне бросилось в глаза прежде всего? Ну, конечно, мы понимаем разность, кто нас слушает давно, между личинкой и личностью. Ну вот... Интересный расклад. Ну да, вот личинка, она вроде там ползает, что-то там грызёт, не подозревая, что у неё есть крылья, она умеет летать. Вот тот, кто не дорастает до своих крыльев, остаётся вечной личинкой и прячет своё «я» под личиной, подлечает. А вот когда человек становится личностью, у него появляется лицо. К тому же первое лицо, помним из грамматики, первое лицо – это «я». А когда нас несколько, первое лицо – это мы. – Мы, да. – Вот. – А колёса, а колёса? – А, да подожди, ты с колёсами, ну ты неугомонный, мой дорогой. Второе, что я, да, и, соответственно, мы просто не верим, что у нас есть крылья. Мы не даём себе права мечтать и летать. Мы ползаем по этой плоскости реальности, боимся мечтать, боимся воспарить в планировании, в образе будущего. А если у нас нет такой мечты, то и энергию нам под названием мотивация, между прочим, черпать неоткуда. Мотивация, кстати, переводится, это то, что приводит в движение. – Ух ты, как интересно. – Конечно. – Теперь ближе к колёсам, да? – А, вот я теперь, о, благодарю, молодец, ты поймал волну. Теперь, что касается колёс. – Я некоторое время занимался, ну, в данном случае, как дипломированный лингвист, занимался, не удивляйтесь, наскальными изображениями. Мы тут не два городских сумасшедших. Дело в том, что моё исследование было оценено в Институте Востоковедения РАН ведущими специалистами по семиотике, и они признали, что большинство наскальных изображений по всему миру, кстати. Одинаковых – это язык. – Сейчас момент, момент. Очень интересное дело в том, что, когда я учился в школе, меня с братиком Миратом, профессор Гаджиев, который был в филиале Академии наук, он экспедиции делал по наскальным изображениям. И я всё время ездил в разные селения Дагестана, и там в горах, в этих селениях были наскальные изображения. – И, наверное, ты обратил внимание, что изображения практически одинаковые. Там, где касается это, каких-то символов и знаков. Так вот, я вам открою небольшое. – Они красно-чёрным цветом каким-то были сделаны. – Да, это особый состав. Это охра, зола… – Это было тысячи лет. – Да, это охра, зола и животный жир. – Этот состав позволяет изображению сохраниться десятки тысяч лет. Серьёзный вопрос. А вот этот вот наскальный художник, он что вкладывал в этот состав, надеясь, что он сохранится такой срок? Это вам не мелом на заборе написать, и не красочкой. Это серьёзные вещи. Ещё более серьёзная вещь, что символы эти, они практически одинаковые во всех частях света. Италия, Валькамоника, так называемые карельские писаницы, сибирские, уральские, алтайские, африканские, североамериканские. Получается, что люди либо мыслили одинаково, либо, может быть, у них был единый язык, который символами передавался. Ну, потому что язык – это знаковая система, если знаки одинаковые, значит, люди общаются на понятных знаках, ну, таких, как слово, например. Так вот, среди этих петроглифов, так называемых, если говорить по науке, наскальных изображений, попадается один сюжет, который мы назвали «Двойное солнце». Вот, посмотрите сюда. Это вот, вот так вот я, да. Это практически один в один тот самый сюжет. Я не исключаю, кстати, дорогой Хасай, что воспоминания твоего детства, этих наскальных изображений, всплыли в этих колёсах, которые несут ангела. Двойное солнце, небесный символ, который что-то значил. Сейчас не буду вас отвлекать. Но самое главное – это сама фигура. Вот если вы посмотрите на колесо, оно что вам напоминает? Ведь у обычного велосипеда нет такого количества спиц. А напоминает это, как ни странно, колесо прялки. Прялка. Прялка. Здорово. Так вот, смотрите. А вот теперь смотрите, что происходит. Ничто иное, как это символ, который в Индии дошёл до наших дней и называется этот символ… Сансара. Колесо сансара. Умница, молодец. Прошу прощения. Да, у нас эфир. Да, да, мы проведём сейчас эфир с Хасаем, и я тебе перезвоню. Спасибо. Давай. Вот. Ну, это… Колесо сансара. Да. На самом интересном месте. Да, это колесо сансара или колесо судьбы. Представляет это колесо судьбы из себя нашу русскую букву «Ж», заключённую в круг. Как колесо прялки в русской традиции использовалось для формирования через моторику пальцев, формирования судьбы. Теперь представляйте себе. Вот шерсть, моток – это хаос. По традиции, девочка с шести лет должна была начать делать себе преданное. То есть, она работала на будущее, на свою судьбу. Каким образом это осуществлялось? Обязательно в течение дня, несколько часов, она должна была прясть. Смотрите, пальцами из хаоса, она делает нить, которая должна стать нитью судьбы. Потом эта нить наматывается на колесо судьбы. После этого она готовится стать матерью. Что она делает? Она ткёт. А, около 40 километров надо было спрясть эту нить. Потом она делает полотно, материю, будущая мать. А потом этому полотну придаёт форму своего тела. Это сарафан. А вот после этого очень интересный был ритуал, который кое-где на русском севере ещё сохранился, в старообрядческих деревнях. Жених, когда делал предложение, когда, ну вернее, когда женихались, да, сватались, он разбивал прялку материнскую, на которой девочка пряла. И как мужчина делал ей свою. То есть создавал новую прялку. Новую вселенную, да. Уже прялку для своей жены, которую она должна была передать дочери. То есть от матери, от материнской судьбы её отрывал и давал ей собственную судьбу, которую она своими руками из этого хаоса вселенной превратила в нить судьбы. Нить судьбы в материю. А материя стала формой, повторяющей сначала её душу, потом тело, а потом одежду. Роман, я тебя прошу, давай покажем эту картину «Вязальщица». Вот она стоит. Давай покажем. Она такая тяжёлая, на маслом написанная, там сколько слоёв. Она такая тяжёлая. Ну вы, ребята, сильные, куда мы её ставим? Да, да, да. Вот сюда. А вот на мой стол. Вот вязальщица. Заменим меня вязальщицей. Вот. Вот она. Смотри. И вот за ней крылышки такие, видите? Вот. Да, я столько искал, столько слоёв искал, пока нашёл, что здесь должно быть именно так, как здесь на волосах. Женщина-мать создаёт материю. Вот она и важно. Вот вам смысл. И обратите внимание, почему девочка могла много часов заниматься нудной работой. Не бегать по двору. А потому что она повторяемые движения совершала. Те самые, та самая волна, те самые повторяемые движения, которые сейчас у нас воплотились в методе ключ. Вот как интересно. Спасибо, дорогие. С вами были Хасай Алиев, Роман Газенко и Колесо Сансары в Ангеле, который обычный человек, но он знает, что у него есть крылья. Но пока ездит на велосипеде. Да, но мы ещё не доделали картину. Как доделаю, я тебе вручу, но вообще я тебе лучше нарисую картину, знаешь, с космосом связанным, как твой дед там был. Я когда разбогатею... Так, ты меня злишь. Когда... Миллион скромный. Дорогой Хасай, когда мы с тобой разбогатеем, я у тебя эту картину выкуплю. Как это сейчас называется? Донаты? Ну, кидайте донаты для того, чтобы Хасай был вознаграждён за свой труд. У нас пока такой культуры нету, но мы что-нибудь придумаем, потому что сейчас говорят, что деньги будут падать с неба. Ой, Господи. Это правда, нет? Такой большой я в сказке верю, что... Шутки, шутки, мы же пошутить люди. Всё, дорогие. Так что я очень благодарен нашему Роману. А я очень благодарен нашему Хасаю. А мы сейчас с Шейлой будем делать вебинар, а после Шейлой мы будем делать вебинар с Романом. Опять мы будем делать как психолингвистам, чтобы ты помогал нам извлекать корни слов и понимать. Ну, хотя бы задумываться. Ну, ведь это же так просто. Возьмите слово самообладание. Да, самообладание. А корень там лад. Лад. Опять колесо санса. Давайте ладить с собой. Да, будем ладить с собой. Друзья, до встречи. Чтобы у нас всё ладилось. Да, чтобы всё ладилось. Несмотря ни на какие обстоятельства. До встречи, друзья.